Нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурные по городу. Здравствуйте. Улица Рыльская, 3А. Освещение на нескольких площадках шестого подъезда отсутствует уже два месяца. У нас свету нет, в коридоре свету нет, на площадке свету нет, в кармане нет свету. Звонили в этот жилищник наш, там, как у нас, принимали, вроде бы заявки принимают, но так никого и не присылали нам. Мы раза четыре обращались, звонили, но ответа так нам нет, никакого не дали. Очень трудно без шеста ходить. Несколько раз уже, ну как говорится, уже пожилой народ. Нам хочется, мы в светло спотыкаемся, ходим. А это вообще невозможно, уже месяца два. Электрик приходил, один раз сказали, это где-то здесь проводка. Купи такие запчасти, а такие купили, его нет. Отослали в другой объект. Так и не пришел. Вот на ту неделю обещался прийти. Я сидела, дежурила целый день и не пришел. Улица Дыбенко, 26, соседство со сгоревшими сараями не радует жителей. В прошлом году пожар случился и сарай сгорели. Кто пожар, чего не знаем. К администрации обращались, сказали, складывайтесь деньги и сами вывозите. Вот и все дела. Вот уже год все это беззак. Мы вывозили уже один раз. Платили, вывозили. Сколько можно-то, по 500 рублей складывались. КамАЗ вывезли. Вот с той поры, вот, пожалуйста. Никому ничего не надо. И вы посмотрите, я вот подойду к окошке и любуюсь этим хламом. Вот эти леса. Двор вообще не убирается. Вообще, как в джунгли живем. Настоящие джунгли. Может, еще зажгут там. Ну, может, еще подожгут. Смотрите, там сколько дров-то. Ну, и двор вообще не убирается. А дерево сухое, его тоже нужно спиливать. Вот сгорело дерево, вот дерево. Тоже нужно все спиливать. Ну, они, куда они обращались? И в райисполком, и в администрацию, и в ЖЭУ. Везде. У меня даже стекло лопнуло, когда вот пожар был. Ну, я пенсионерка. Сама все заказывала и снова ставила. Мы-то при чем что-то сгорели? И дом бы сгорел. Вон, стол бы даже электрический весь обуглился. Улица Глаксеновская, 36. Состояние деревьев. Во дворе вызывает у жителей беспокойство. В нашем дворе, видите, люди, старые здесь деревья. И, как говорится, нет хозяина, что ли, над нашим двором. Хоть мы платим деньги за то, что мы здесь проживаем. Дерево, смотрите, какое огромное. Оно упирается тоже в дом. Вот эти вот люди тоже вот здесь переживают. Из-за того, что вот это дерево огромное. Тоже, может, видите, какие ветки. Может тоже упасть. Проломить их. Как говорится, да. Вот. И вот там еще на газовую трубу деревья старые тоже упали. Тоже это такое вот. Ситуация у нас, как говорится, опасная во дворе. Мы обращались вот в администрацию и в организацию, которая нами управляет, как говорится, в управляющую компанию. Прошло уже два месяца, никакого результата нет. И вынуждены были обратиться к вам. Надо, которые деревья уже старые, их надо же срубить. Как же-то они висят на проводах, на газовой трубе. Это же невозможно, правильно? Потому что они падают и могут на ребенка упасть. Старые, да. Старые. И на старых людей. Провода здесь идут. Тоже все может не очень хорошо сыграть в нашу пользу. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.